друзья приветствую вас на канале перехват управления у нас сегодня впервые гость это хасай магомедович алиев заслуженный врач дагестана художник а также работал 25 лет в центре защиты от стресса генеральным директором в москве здравствуйте хасай здравствуйте дорогая виктория очень рад с вами встретиться давно ждал этой встречи потому что очень много смотрю вашего канала очень приятно это слышать хасай давайте сегодня поднимем тему это ваша тема это перехват управления и наши тоже сознание именно как перехватить сознание с помощью я так понимаю ваши технологии именно с помощью подсознания да вот ваше название канала это чем занимается моя школа которая создал много лет назад одинаковые по сути потому что наша школа называется человек будущего или школа человечности занимается тем что мы развиваем технологию использования энергии стресса напряжения для решения собственных задач которые раньше казались нелишаемыми а там как раз таки нужен перехват управления то есть уж то что человек делал инстинктивно после нашей тренировочной работы и теперь он может делать сознательно то есть непроизвольные функции ими он может управлять и это дает ему огромные возможности это и поэтому школа человек будущего с другой стороны человека да мы мы позволяем ему сохраниться человеком потому что во время стресса человек теряет голову бывает такой жуткий стресс вот я выводил из стресса острого детей и взрослых без потом учил этому психологов мчс и психологов минобороны именно образование там такой стресс был что они психологов не слышали и поэтому я использовал вот эту методику перехвата управления это очень полезно сейчас именно для тех кто возвращается с фронта да конечно они сейчас у меня очень много людей на моем как говорится по печенье наблюдения и помощи находится пожалуйста пожалуйста я хочу сказать вот вы на меня смотрите правда же видите такого живого молодого красивого художника например да а на самом деле я тяжеленный инвалид который 5 лет не выхожу из комнаты откуда у меня берется эта энергия она берется из того что я всякую неприятность которая создает у меня почти шоковое состояние беру в руки как в айкидо и перевожу на решение моих задач шедевры рисую книги пишу у меня 25 книг 5 из них на иностранных языках я бренде 5 российских авторов парижи после горбачева шевернадзе анатолия карпова я иду там ну представляете откуда у меня энергия берется я этому не учу людей инвалидов и фронтовиков бывших очень много еще со времен афганской войны мой друг с которыми я в школе сидел во второй школе валерих михайловский был первым директором в крюково который восстанавливал афганских инвалидов и как раз использовал мой метод мы же друзьями были а метод называется ключ потому что он отпирает подсознательные возможности страх шоковое состояние когда человек не слышит я просто говорю вот что ты делаешь вот например к экзамену девочка готовится у неё нервная дрожь или чемпион мира готовится к рекорду у него мандраж я говорю вот видишь ты за два дня до экзамена думая в экзамене и трясись она для зачем на гранату и что будет вот и остальное потрясись думая об экзамене и через минуту посмотрим что будет она стала потряслась потом силы горит слушать об чем все так не делать а врача такое уверенно и стала говорить и я был я же готовил парусный спорт в чемпионат мира потом я его готовила в китае я олимпийскую сборную национальную по парусу я живем там парень один это известный случай я часто рассказывал но и вам расскажу он приходит ко мне и говорит в китае там я говорит боюсь я кручу ты боишься но он со мной дает через два часа гонки на парусе а меня мандраж трясет и он меня спрашивает совета он дает может мне к массажисту сбегать сходить чтобы мне там размяли я говорю тебя трясет да я вручу потрясись он гачу и дурак что ли до 30 я тебе говорю он стал начал трясись потом все выговорит а то же самую фразу как девочка хочу ведь все так не делать я врача такую мандраж пропал потому что он сделал действия синхронное текущему состоянию организм эволюционно выработан так за счет выживания за миллионы лет что когда у человека перенапряжение а стресс снимается повторяемым действием здесь на высоких частотах повторяемое действие снимает напряжение еще выше напряжение тем чаще повторяемое действие ну вы хорошо знаете мама качает ребенка вот ребеночек летит она его чаще качает то же самое здесь вот его трясет он чаще должен трястись но я вам хочу сказать человека и так трясет новое здесь только то что он теперь это делает осознанно виде упражнения и он так трясет мы его не научили это моего природа этому научила за медленно беда в том что школе этому не учат беда в том что и мне говорят перед экзаменами если вы волнуете сделайте хлёст упражнения думая об экзамене или лыжника упражнения или шалтай болтай стоишь и вот так болтаешься повторяемое движение снимают напряжение я когда это сказал первый раз 40 лет назад теперь люди уже забыли кто это сказал повторяемое движение снимают напряжение и раньше школе этого никогда не было иначе вы нас все хорошо учились а вот видите теперь есть будет по крайней мере 10 11 класс учебник по физкультуре профессора анатолия петровича матвеева и там есть наша сихра гимнастика по методу саморегуляции ключ вот российский учебник но она будет пока внедряться там это уже давно это девятнадцатый год 2019 там сначала будет учить физруков там и так далее дальше 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 будет внедряться и дети смогут особенно подростки если бы я когда я был подростком знал эту методику которую я знаю сегодня у меня бы и травмы шеи не было я бы на гололёде не упал мне быстрее вспомнить что в операцию не делали я бы летал а теперь я знаю методику и восстанавливаю с помощью нее тоже самое делаю с фронтовиками представьте себе можно я расскажу один случай у нас каспийский был теракт до пограничников каспийских взорвали а я как раз махачкалей жил я как раз туда приехал и врачи туда приехали и много там был парень 1 9 осколков у него там 8 осколков вытащили хирурги один еще застрял в шее и они боялись его трогать на всякий случай совещали совещали с консилиумом а он 9 дней не спал и вот мы зашли туда я ему говорю чё ты не спишь он весь такой одутловатый у него тут гипсы и тут у него все забинтовано он лежит весь такой черный я дутловатый такой он взрыв перед глазами почему боится глаза закрыть прошу опять же перед глазами я ему говорю знаешь что сделает а у него только палец свободного то гипс я говорю смотри на палец он смотрит на палец я говорю представь себе мысленно что твой палец делает движение наверх у него палец пошел это называется идиомоторная реакция идея и моторный рефлекс теперь я говорю пришел что идет вниз он представил и вот так он делал одну минуту туда суда туда ему так сказал представьте себе я потом врачам тоже говорю давайте выйдем на 5-10 минут посовещаемся через 10-15 минут мы вернулись он спит потому что это сняла вот это вот избыточное напряжение а ему уже до этого и лекарства кололи снотворное и все лекарства сразу сработали и он заснул так что он потом сутки спал вообще не поднимая век это один из приемов это можно сделать руками например руки так повесить чтобы шея не напрягалась найти им положение представить себе мысленно что руки пошли на автомате и они начинают медленно расходиться они начинают расходиться тело начинает у человека раскачиваться он выходит из стресса и переходит состояние такой безмятежности такая душевная то я называю нулевое состояние а буду назвал еще тысячи лет назад нирваны он и стрессы за пять-шесть минут выходит в нирвану а чтобы научить нирване у нас по другим методам десятки лет тратить тела вас просить вот вы говорите убрать стресс а можно вообще людей научить не впадать в стресс мир с хорошая вещь это стресс-трамплин без стресса человек жить не может это стимулятор его адреналина и так далее других гормонов которые помогают ему перепрыгнуть высокий забор и прочее надо им управлять вот одна мама она или смысл должен быть в этом то есть когда стресс есть сильный стресс направление вот этого внимания человека должно быть осмыслимо мать спасая ребенка подняла вагонетку которые потом пять мужиков на место не могли поставить такую тяжелую потому что она знала зачем она это делает а когда стресса без адреса вот тогда он губит человека а я вам хочу сказать что почему у нас много больных психосоматиков и прочих гипертоников синокардии почему открою вам секрет это секрет природы человек по природе творец потому что за его сегодняшняя настоящий он результат миллионов лет эволюции и в нем этот мощнейший потенциал этот потенциал творческие требует разрядки а он часто себе не позволяет ему кто-то не позволяет или мама или папа или сосед или институт которому что не тот институт не по профилю его способности и у него возникает конфликт если бы все люди заняли свое место занимались своими делами все были бы здоровы и счастливы потому что когда человек не реализует свои способности не реализует свой потенциал у него возникает невроз он пытается его погасить водкой курением транквилизаторами походами к врачам там но и все прочее 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 оказывается вот эта водка но в чистом виде эндорфины у нас в организме вырабатывается зачем дело химическую химическая привязанность себе вызывает а когда человек снимает стресс и быстро снимает у него эндорфин включается и поэтому на школе участники у нас 190 тысяч называют это качать эндорфин вот эти наши упражнения которые снимают блоки называется качать эндорфин был стресс и через пять минут не стресс а есть уверенность вы сказали такую вещь что человечество неправильно наверное живет да и поэтому испытывают стресс вот спиваются то есть не находят цели в жизни вот потому что эту жизнь сам человек направил не туда то есть он свою энергию направляет на зарабатывание денег поэтому они ходят на работы на работы работают я это называю дом работа кладбище когда человек перестает творчески развиваться без смысла жизни живет без смысла вот есть такое величайший психолог современности чинксен михаил который создал теорию поток он хотел быть свободным поэтому занимался йогой потом оказалось что йога это не свобода это дисциплина надо регулярно заниматься и так далее потом он думал 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 и додумался он изучал после великой войны вот это наша отечественная война да он изучал судьбы людей для оказалось что 30 процентов из них они чувствуют себя счастливыми только 30 и он изучал почему он их изучал десятки лет переписками как психолог оказывается есть стадия выживания когда человек ни о чем другом думать не думает думать где взять деньги жкх заплатить или там как на свидание по себя чувствовать уверенно или на соревнованиях или перед выступлением или так далее да это момент выживания есть момент когда человек уже эту стадию прошел и стадия жизни вот этой жизни и в этой стадии только 30 процентов чувствует себя счастливыми и он выяснил кто именно это те которые имеют смысл жизни а смысл жизни это любимые дела и вот когда человек занимается любимым делом ему природа помогает вот я например когда рисую свою картину я в такой транс вхожу вот как будто мне бог помогает рукой водить это у толстого хорошо описано ванне каренине когда тот левинка силу он иногда входил в такой ритм когда у него время менялось когда он мог косить бесконечно потому что действие совпадало с состоянием резонансного вот и я как раз таки все наши приемы ключа это действие совпадающие с текущим состоянием и я вам раскрою такой технологический секрет который вот буквально недавно я уже четко сформулировал потому что мне вся школа помогает у меня сын психолог тоже художник дочь психолог тоже стихи писала они работают и с детьми и с ранеными и с кем угодно работают психолог соматика и школа у меня сто девяносто семь тысяч youtube и они мне помогают и у меня вот последние две книги с участием где авторы участники школы один бы я ничего не смог этого придумать так вот последняя формулировка такая человек может вспомнить миллион приемов миллиона упражнений из любых видов спорта в действии например что он любил делать ну вспомнить баскетбол волейбол теннис вот этот вспомнить и по 5-6 секунд перебирать эти приемы и остановиться на том приеме который ему хочется продолжать и когда он его делает это то что все равно как маме на руки папа он тоже снимает блоки ума и тел освобождается у него появляется состояние глубины глубины душевной безмятежности как в детстве когда он в детстве играл бегал футбол там рыбу ловил там что только он не делал когда в детстве казалось что одни такие длинные жизнь бесконечная были мамы и папы и бабушка но он был не обеспокоен ничем он был за защитой вот это состояние защищенности уверенности что все будет хорошо вот этой безопасности вот возникает сразу когда человек перебирая разные упражнения которые ему голову приходит подберет то который ему хочется продолжать и когда он его продолжает минутку-полторы а ему это дается с удовольствием потому что это то что совпадает с ним потом он сядет и у него такой кайф вы меня извините вот там как раз такие никакая водка не нужно потому что там эндорфины вырабатывается и он там оздоравливается и психологические и физические поэтому я тяжеленный инвалид который повторюсь пять лет не выхожу из комнаты потому что у меня там титан стоит я такой бодрый счастливый человек по уши занимаюсь любимым делом и снимаю любой стресс который мне возникает я его как вакидо перевожу на решение моих вопросов вот например сейчас свет погаснет или кто-то позвонит мне или упадет у меня тарелка или еще что-то случится раньше я вздрагивал и думал ах черт возьми а сейчас нет на счастье я сразу при этом стрессе на конец этой иглы напряжения кладу свое желание я вспоминаю несколько нерешенных мною вопросов которые мне нужно решить и которые раньше не решались ну что-то случилось да вот я раз сразу вспоминаю несколько вопросов например картину дописать или там с больным когда встречусь спал я не спал неважно я в интернете всех лечу у меня бесплатная школа там и очень много бесплатных лекбезов со всех стран мира я им всем помогаю его здесь я отвечаю на ваш вопрос и фронтовики там из госпиталей мне все звонят и я врачей готовлю и так далее так вот произошло какое-то событие неприятное я беру вспоминаю что мне нужно сделать что я раньше не мог сделать и энергия это напряжение идет в том направлении и потом через пару часов мне уже появляется желание дорисовать картину дописать книгу даже не спавшиеся ко мне больной позвонить я встаю я с ним работаю мои больные бывшие это потрясающие вещи они говорят вот тогда один раз там с вами сделать такое интересное как бы связь такую и какой-то больной мне будет звонить я переключу на вас и вы послушайте чего рассказывают вот меня буквально вчера была женщина мы сделали запись об одиночестве как отчаяния как вот это состояние женской вот этого одиночества перевести в радость и и и в счастье творчество вот у меня ролик там стоит он должен был пять часов выйти пожалуйста посмотрите и она рассказывает она выпивающая была она три-четыре года она пила и не могла от этого освободиться прошу раньше она была такая веселая такая умница так все все потом они все обвалилась там кто-то погиб кто-то ушел ну короче она одна осталась вы можете посмотреть у меня ролик там на ютубе вот буквально 2 часа назад и вот она мне рассказывает после того как я увидела вас в ютубе я стала смотреть ваши приемы я стала делать эти приемы я сегодня себе поверить не могу я счастливый человек я заново восстанавливаю свои способности ягод была раньше очень способная она там много чего делала и теперь опять я говорю верно сейчас опять все сделаю это же это для людей сегодня вот почему я очень рад что именно с вашим каналом и разговариваем потому что на самом деле пользуюсь вашими вниманием вашей площадкой мы можем помочь миллионам людей практически потому что в школе говорят делай вот так делай как я а кому это подходит кому нет а мы как раз обучаем этот ключ это подбор индивидуальных действий поэтому они такие легкие простые потому что но их человека самый делаете ногой качает и ходит у нас на по комнате и пальцами стучит и прочего же это сам делает физических упражнений удаляете и направляете эту энергию в правильное русло а в религии это делается путем повторяемого действия на уровне психи повторяемая молитва повторяемая мантра это что же самое только мы показываем как можно сделать руками а там он делает головой а может делать глазами вот кто плохо спит окажется когда человек засыпает и когда просыпается у меня веки трепещут поэтому я придумал если ты плохо спишь ты возьми вот так вот по 3 пищи веками думая о чем думается пусть и мысли на самодел по 3 пищи веками там рассасы быстрее заснешь а есть другой способ отключить мысли ну так я же до того и учу чтобы человек мог отключить мысли а если у него стресс как он отключить но психологи приезжают беслан или в каспис там или москве вот когда вот теракт был я же их учил человек вообще сидит горе понимаете он таком состоянии они ему говорят успокойся успокой да он их не слышит просто а я смотрю что она делает она будет вот так сидит столь вот так на могиле сидят вот так иногда бывает а я подошел я говорю станет сильнее врачи которых я обучал они так удивили чего я говорю станет сильнее пошли это понимаешь что она не случайно так сидеть это ее природа заставляет и она начала одежда до себя завопит 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 и стала раскачиваться 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 и у него пошла вот такая вот волна у меня называется упражнение раскачиваться как будто на лодке плывешь или в поезде едешь если человеку показать как раскачиваться в удобную сторону у него через некоторое время переживания уходят появляется вот это тоже вы сказали успокойся она успокоилась и не тут такая вот и мышцы текут как облака ничего внутри не заливая вот этот внутренний диалог такой больной он исчез нирвана появилась во всех религиях это делается и повторяемая молитва и поклоны там все делается и в намазе это делается и христианстве это делать его до измета делается и буддизме это делается просто там я вообще сразу механизм рассказал и теперь вы будете это везде находить потому что мне участники нашей школы часто пишут все пазлы теперь сошлись потому что это кусочками везде есть во всех методах мира это есть только вот я вытащил рациональное зерно и в готовом виде показывать азая подскажите как вам без стресса вдохновение приходит а у меня всегда как говорится как солдата спрашивает а ты петрович о чем думаешь а я за это девочка думаю а чё-то девочка а я за всегда не думаю у меня вдохновение всегда потому что я человека как сказать благодаря моему дедушке очень добрый очень отзывчивый отзывчивые люди если они грешили то ненарочно если они ошибались это ненарочно я очень много у меня афоризмов есть один из этих афоризмов такой люди с открытыми сердцами идут правильной дорогой стресс направил нужное русло чтобы смысл был а то я одной тетеньке говорю девушка у тебя проблемы да а ты говорю мечтай когда ты спишь она говорит а смысл в чем вот не понимаешь мечтание это идеализация будущего и отработка прошлого это как раз или выход из всяких тупиков на перспективу если у человека перспективы нету как ему жить вот сегодня какая ситуация непонятная в стране правда мы политика не занимаемся я просто говорю о том что я бы мог с помощью учебника научить всех снимать стресс от командиров до подчиненных они бы были более свободны и принимали более ясные правильные решения то что я вам сейчас сказал это высшая политика да говорили начни себя правильно вот я предлагаю метод начи себя в нашей ситуации неопределенности во всей планете сегодня неопределенность а я как раз таки занимаюсь сокращением кризисов и войны на планете и потребности лекарств моя миссия такая и здесь я говорю чем больше у вас любимых дел тем больше точек опоры то есть мы должны в себе сознательно включать стресс для того чтобы допустим сделать что-нибудь но сверхчеловеческое правильно правильно поэтому я занимаюсь развитием изобретательских качеств у меня люди изобретают такие вещи потрясающие мои друзья мастера трис мастера 3 3 изобрел альшулер генрих альшулер теория разработки изобретательских задач у нас в стране уже генрих альшулер жалко его нет у него сотни сотни последователей мои друзья его ученики первые они и мои ученики когда у меня николай колокшин я был как раз москве же он был у меня в гостях у меня в девяностом году первая книжка вышла ключ себе и он здесь был у меня в гостях и когда я ему показал этот прием как руки переходят из механического движения в автоматизм слушаю у меня голова стала такой ясная я хочу теперь понимаю ведь нам про это горит альшулер рассказывал только он говорит рассказывал теоретически а я теперь понял практически а он мастер 3 о господи это люди которые например для стали литейной промышленности для другой по миллиардной экономии сделали это очень известные мастера 3 висарион сибиряков то мой друг ну там несколько друзей у меня ну что вы это потрясающе почему они в моей школе во первых потому что они изобретатели мирового класса во вторых потому что когда они стали это делать они за это хоть и наше родное только мы это делали инстинктивно а теперь ты нам показал как это делать когда нам нужно а раньше происходило когда происходит то есть вот вдохновение у человека включение духа вдохновение которое всегда происходит у человека в тех или иных событиях теперь научается брать свои руки когда ему надо решить вопрос нерешаемый он включает эти ресурсы с помощью этих упражнений у него формируются навыки лучше управлять собой чем это он мог делать раньше вот у меня человек самолете боялся летать полетает у меня чемпионы мира которые без рук без ног сделали мировые рекорды с акваландом штурм глубины у меня есть люди которые но на войне им оторвало без руки парашютиз чемпион мира без руки но такие люди вот это энергия напряжение энергия стресса но раньше понимали это когда люди осваивают новую форму энергии мир переходит на новый уровень цивилизации отношений всех социокультурных и производственных вот это новая форма энергии я считаю что стресс новая форма энергии который всегда пытается владеть начиная с будды нирвана это что такое то выход из стрессового состояния в состоянии безмятежности такой сегодня 21 век и как раз таки вот этот метод ключ как раз таки он подходит для вот нашей неопределенности и интернет овского времени то есть это именно сейчас когда я не могу с человеком соприкасаться я же не массажист а по интернету я его научить могу это прямо подходит одно к одному и теперь я вам один случай расскажу и вы меня очень поймете ко мне пришла женщина она из академии технологических наук там где я академик тоже она говорит слушая что со мной случилось я говорю что она говорит я летела в нью-йорк туда лететь десять часов я этих самолетов страшно боюсь ягодно что ягод стою говорит шереметьево смотрю и жду самолета его час должны объявить самолет через несколько минут я с таким трепетом стою и жду этого самолета и думаю 10 часов это же от в это время передо мной за стеклянными дверями 2 иудеи стоят тору читает у головы качает ягод засмотрелась ягод не могу понять я к тебе пришла спросить и говорит и специалист я летела год 10 часов как в раю я говорю потому что ты перерабатывала свое переживание на фоне повторяемого движения поэтому я начал с того что девочка к доске если она стесняется пойти нервничать человек который боится выступать на телевидении там у него сковывают многие такие люди есть которые стеснительные зажимами там всякими вчера был хорошая сегодня плечо подвихнул там или там мороз там или чё и раз и зажался как опять стать бодрым вот я и даю самое главное что это не нужно делать например самолете это не нужно делать на собрании это делаешь дома это домашняя работа закрой дверь вспоминай любые приятные движения которые в жизни делал повторяя их без всяких снарядов фитнесов и прочее без гантелей у меня человек штангу поднимал дома без штанги могут раньше я был счастливый потому что каждый день ходил говорит на спортплощадку штангу поднимала сейчас не могу старые штанги нету и зима и прочее я говорю у тебя штанга есть здесь ты говорю встань а он германии живет я говорю ты встань и вообрази себе мысленно что ты ее поднимать только когда это будешь делать эту имитацию делай в реальном времени как ты ее делал не ускорено так вот а вот как ты ее и делал но тогда начал уже и руки там готовить и все и поднимай потом рассоса вот так так и потом раз я в учет что-то случилось он говорит уронил пошел в образ вошел в образ именно в этом дело я актеров знаете сколько научил я же в щукинском училище курс вел рассказывайте да уэтуша у меня был друг профессор паламышев александр михалыч режиссер он еще был режиссером и руководил этим театр мимики и жестко жестко очень хороший человек очень хороший человек был он меня познакомился и душа а эту же тогда был директором как но руководителем этого щукинского училища и там были студенты я тогда пригласил студентов я им провел несколько занятий его там у меня девочка очень у меня для видео все есть там кто хочет стрессу откроет марки в сайт стрессу и хасайру у меня два этих сайт там архив и посмотрит там эти стоят группа причем между ними стояла женщина которая была очень знаменитая артистка в то время я забыл какой фильм это ну выдающийся фильм был тогда в те годы она это 80 90 значит они стоят и вот эта девушка руки расходятся потом я говорю ну что вы чувствуете с микрофоном и видеозапись идет они про всех она говорит вот ягод такое ощутила как будто я оторвалась от всех земных проблем это какое-то чувство говорит такое рутины нету говорит вот такое состояние говорит какого-то покоя а я города чего вам она нужна вы же актриса для чего мужа она за это я же могу настроиться народ то есть и ничего в этот момент не мешает как этому учил станиславский станиславский учил снимать нервно-мышленные зажимы он дал питья актером там по моему рояль держать тяжелый они держали этот рояль пока тяжелые держали в напряжении он им вопросы задает они ответить не могут потом рояль поставили голова заработала они стали соображать и отвечать на эти простые вопросы станиславский всех учил снимать нервно-мышленные блоки но тогда не было ключа тогда он их учил упражнениями по йоге я много знаю про станиславского если бы станиславский сейчас знал этот ключ и ему не пришлось бы там месяцами страдать он бы мог быстрее объяснить как снимать нервно-мышленные зажимы у меня очень много актеров прошли подготовку художников писателей актеров про меня много книг написано просто не просто я так должен сказать может быть какой-то человек первый раз жизни увидит скажет хвастаться ну пусть наберет меня хаса и скажите еще такое вот все-таки объясните сам механизм как актеру который хочет войти в определенную роль даже который не актер сюда как вот научиться полностью вливаться в роль вот я есть такой момент и войти в роли выйти из роли потому что у меня одна дама рассказывала я говорит вышла из роли потом в трамвай садилась и оборки платья поднимаю которого на мне нету автоматически не вышла из образа очень многие из образа не выходят телевизор посмотрит кошмарный фильм потом заснуть не может они же тоже из образа выйти не могут вот это не выйти из образа это называется у меня зависание у всех людей одна только проблема эта проблема зависания когда нервное напряжение выше нужного уровня происходит зависание ну как компьютере тут надо перезагрузить компьютер но вот компьютера изображение стоит какие бы ты кнопки не нажимал правильно надо перезагрузить так вот эти все приемы это приема перезагрузки чтобы человек был быстро освобождаться от зависания я хочу сказать эти все студенты которые были у меня будущие актеры они все почувствовали эффект в том что они снимают нервномышленные зажимы а это помогает им свободнее входить в образ и выходить потом из образа понятно ну тогда покажите еще какое-нибудь упражнение пожалуйста я вам покажу самое такое упражнение простейшие которые люди инстинктивно делают и тренеры по плаванию обучают своих спортсменов называется хрёст руками по спине вектор внимания должен быть не на качестве выполняемого упражнения волнующих проблемах на волнующих вот то что человека волнует вот например экзамен который предстоит или выход на сцену мне это напряжение стресс трамплин и так крост здесь происходит схождение расхождение верхушек легких это раз здесь происходит снятие нервномышленных блоков шейного отдела это значит налаживается венозный кровоток и в это время выполнения я думаю не о том как это правильно делать а я думаю о том что меня волнует вот этого вектора направления внимания физкультуре нету там говорят не отвлекайся думай о том как делаешь как качественно применить и так далее а здесь говорят думай о чем думается и делай как делается так вот этому учат людей когда их готовить пловцы или допустим в воду прыгать ему тренер говорит перед тем как зайдешь воду сделай вот так вот представьте на высокой высшей стоит человек смотрит вниз ему сейчас прыгать он инстинктивно тоже так делает он снимает напряжение но его внимание так где не на этом а на том как он будет ходить воду у него есть цель его внимание на цели а а это способ убрать препятствия это одно упражнение вот второе лыжник руки бросаешь вниз пятки поднимаешь падаешь на пятки у академии камикулина герой социалистического труда изобретателя моторов для истребителей есть книжка активное долголетие он там есть упражнение когда ты падаешь на пятки вот так он знает как моторы устроены как гидравлика и так далее он знал как система клапанов сосудов и прочее устроена и он придумал это упражнение падать на пятки одну минуту не выше 10 сантиметров один раз в день одну минуту хотя бы люди выздоравливают потому что улучшается кровообращение и прочее 10 я начал с этого упражнения падать на пятки но я человек такой не уемный мне хочется деятельность и мне это было скучно я тогда придем после хлеста делает вот это лыжника потому что можно делать вот так полу наклоне можно наоборот руки бросать кому как подходит и вот одна лыжница когда я сказал делать вот так она готова и меня даже выходить отсюда не хочется ягурок чем вы работаете так случайно спросил она хотя спортсменка я лыжница так она потому и лыжница потому что это совпадает с ее деятельностью третье упражнение шалтай болтай но вы можете себя вспомнить в детстве так делали так все дети делают и в это время думают о своем не о том же как делать а думают о своем потому что они инстинктивно снимают стресс ну там есть четвертая пятое и миллион других из которых вы выберете то что вам подходит до сись и две-три минуты просто посидеть думаю о чем думаете и в этот момент наступает блаженство и наступает необыкновенный душевный покой у кого-то градом слезы льются разгрузка у кого-то появляется желание улыбаться у кого-то спать и надо делать то что организм в этот момент стадии после действия после упражнения подсказывает и когда ты выполнил то что организм подсказывает у тебя потом отличное состояние а я тут подумала что ваши упражнения вашу методику можно еще использовать и по-другому то есть это же направление мысли а куда мы с туда и энергия например на исполнение желания но желание должны быть правильные конечно поэтому когда человек подтягивается утром вот он напрягается вот когда он напрягается если он подумает что день пройдет хорошо он у него так и пройдет потому что на кончик напряжения он положил свое желание называется установка а если он утром потягиваясь думаю но опять будет вот эти вот опять у него так и пройдет поэтому я учу людей чтобы желанием исполнялись момент напряжения чтобы они вспоминали свое желание а еще лучше если человек будет постоянно думать только хорошие мысли и тогда даже и не надо думать что в напряжении или не в напряжении думать о хорошем а думать постоянно о хорошем ну представьте все я это имею дело со спецназами разными с военными разными ну как человеку руку оторвало на какому хорошему будет думать поэтому я ему помогаю пройти в себя и и быстрее выписаться из госпиталя это ему очень нужно я вам еще один пример приведу еще станет на свое место вот ты стоишь перед забором и думаешь перепрыгнешь или нет и сомневаешься а собака злая за тобой пробежала это и раз значит ты мог что тебе мешал сомнения сомнения то есть цель была а сомнения мешали то же самое желаниями я учу людей перепрыгивать высокие заборы без злой собаки я уже поняла что ваш метод именно вырабатывает в человеке какие-то особенные способности это замечательно он помогает ему раскрытие которые у него есть взять их под управление сделать непроизвольные защитные инстинктивные реакции осознанными и через это получить огромнейшее преимущество и большие перспективы и в здоровье и в творчестве и в любом деле быть более эффективным и делать ту же самую работу с меньшими затратами энергии спасибо вам большое за обучение за ваш опыт друзья с нами был хасай магомедович алиев до свидания у вас имя совпадает с вашим каналом виктория это же жизнь победа победа да вот молодцы молодцы до встречи уважаю ваш канал эта картина называется и участник события и его свидетель вот она находится в моменте переживать и в то же время смотрит что со стороны происходит